Ирландский праздник, День Святого Патрика, да-да, тут принесли столько всего зеленого и трелистного. Ну что, у нас в гостях группа Стритфиддлерс и Мария Швецова, руководитель Школы Ирландского Танца. Доброе утро, друзья! Прежде чем начнем играть, давайте чуть-чуть, хотя бы закинем удочку про Святого Патрика. Об истории, да, может быть? Хоть немножко, да, с чего началось все, когда Мария говорила, что она знает про это, но вам интересно. Ну, конечно, знает Мария, не может про это не знать, раз она занимается ирландскими танцами и ирландской культурой. Действительно, был такой святой в Ирландии, его звали Патрик. Он не был ирландцем сам, но, тем не менее, он очень много сделал для того, чтобы в Ирландии появилось христианство. Кто-то он змей там изгнал, да, Ирландия? Да, приносил христианство, уносил змей. Вывозил он. Вывозил, да, с острова, с зеленого змей, поэтому, действительно, в Ирландии со змеями тяжело сейчас. Это все, Патрик. Вот, и, собственно, было это очень давно. И вот с тех самых стародавних пор Ирландия очень почитает этого святого. Он считается покровителем Ирландии, и не только Ирландии, но еще и Нигерии. И вот об этом очень мало кто знает, но, тем не менее, это так. Удивительно. Ну, вот чтобы... Они ездят друг к другу в гости в Ладьбранник. Более того, для того, чтобы куснула какая-нибудь гадюка, ирландцам приходится в Сибирскую тайгу приезжать. Потому что очень хочется же ощущения, там, мукольчик-то там. Ой, ужас. Как же страшно. Ну что, какие танцы, какая музыка звучит обычно на этом празднике? Самое лучшее. Безусловное. Как правило, праздничное. Самое веселое, все, что есть. Зеленое. Проиллюстрируем. Зеленое. Проиллюстрируем. Танцевать надо сейчас не получится. А вы будете танцевать всем. А вы танцуете. Мы сидя. Ну да. А вы танцевали. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 включать зеленую подсветку на исторических достопримечательностях в разных городах. Например, Эйфелева башня посвечивается зеленым в день святого Патра. Прикольно. Класс. Да, может быть, у нас что-нибудь подсветится. У нас НГУ можно подсветить. Можно покрасить фонтан зеленой цветкой. Мы сейчас ради вандализма не будем пропагандировать на радио. Это не фонтализм, это традиция отмечания. Не совсем фонтана, конечно. У нас нет традиции прыгать в зеленый фонтан в день святого Патрика. У нас есть другой день для этого. У нас другой день есть для этого. Другого святого. А вот, например, в Чикаго одну из рек окрашивают в зеленый. Ну, естественно, безопасными способами, но, тем не менее, она становится совершенно изумрудной зеленой рекой. Но факт остается фактом, 17 марта весь мир зелененький становится. Это очень даже прекрасно. Сижок, зеленая. Будет какой-то концерт, приуроченный к администу этого Патрика? Более того, у нас серия концертов. Приглашайте же, приглашайте. Вчера большой уже отыгрались. Он начался вчера, да. Эта серия началась вчера. Патричная неделя наша. Да, да. Как правило, празднуют неделю Патрика, вернее, по продолжительности около 7 дней, но самые отчаянные, они увеличивают это количество, сколько хотят. В России решили продлить до месяца. До 30-го, до Святого Патрике. Точно. Да, у нас как бы ситуация не несколько увеличилась по времени. 30 марта день Святого Патрике, официально признанный праздник, да. Поэтому мы присоединяемся к мировому сообществу, потом мировое сообщество присоединяется к нам, ну и прекрасно. И так вот мы в лето планируем. Когда следующий концерт? Завтра в Омске, сегодня в Новосибирске. Сегодня где, во сколько? Сегодня в знаменитом заведении Йохо Хоу 20.00. Ждем вас пиратский ирландский вечеринку. А завтра, завтра будем веселить регион. ибо мы одни, а охватывать нужно все-таки и соседние города, и везде нас ждут с удовольствием. Вчера в филармонии прошел концерт с большим успехом, поэтому мы традиционно начинаем. А вы выступаете, наверное, еще и вместе с коллективом Марией. Безусловно. Это наши партнеры, друзья коллеги, с Сидой мы очень давно сотрудничаем. И не только с ними, у нас друзья есть в других городах наши танцоры, партнеры. Супер, после рекламы вернемся еще поиграем, правда? Мы тут уже репетируем очередную композицию, но она не простая, она связана с некоторой традицией, и сейчас про нее расскажут наши гости. Да. Есть такая традиция, говорят, но мы на себе не проверяли, чтобы было тебе счастье, нужно, чтобы тебя поцеловал ирландец. И дал бензину. Мы несколько как бы поработали над этим. Эту традицию придумали одинокие и похотливые ирландцы. Нет, это знак удачи. И считаем, что в принципе целоваться-то оно полезно для здоровья, поэтому не важно кто ирландец, русский или канадец, в принципе, и песня Kiss Me, I'm Irish. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Kiss Me, I'm Irish. My heart beats a tree. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ирландцы. Или как у нас с праздничком у вас тоже с каким? Ну как? Мария, расскажите про символ еще. Почему зеленый мы поняли, потому что зеленый остров, но почему клевер символ? Клевер как символ тоже корнями ходит все-таки к религии, потому что С помощью клевера Патрик объяснял тем темным, непросвещенным ирландцам суть Троицы. Он им клевер показывал, говорит, вот смотрите, ребята, вот это вот все так и есть. Действительно, отец и святой дух трактовались с помощью вот такого простого символа. Есть какая-то традиционная еда, которую именно на праздник принято у ирландцев готовить? У нас оливье на Новый год, да, вот у них что такое? Кинес. Это же самое традиционное. Ирландская рагу. Рагу, расскажите, что там вы ели кто-нибудь? Да, мы готовить умеем ирландскую рагу. У нас в группе стритфильдер специалист по ирландской кухне Сергей Темников, он быстренько подробно расскажет. Сергей, рецептик? Ирландская рагу, все то же самое, там баранина, морковка и темное пиво. В конце добавляешь, прям 0,5, прям пинта можно выливать. Ну, ты прям туда? Прям туда, оно варится, оно... Не в воде, а в пиме оно варится? Изначально мясо тушится, как бы добавляется что-то там. Тимьян. А потом, да, ну, тимьян, понятно, естественно, без тимьяна никуда кстать. Да то, что объясняет, между прочим, у нас. Тимьян? Наш бибрец и тимьян. А, ну, собственно, да. И картошка, картошка. Потому что надо, это понятно, что картошка, и желательно целую картошку, только мелкую такую, чтобы не рубить ее совсем. И все в конце пинта пива наливаешь, и оно все дотушивается в таком огне. Мне кажется, там должны быть овощи. Не-не, там морковка, лук, баранина, картошка. То есть изначально ничего не было у нас. Это жирландия. Мы покидали в одну кучу, пивом залили, просто и растворировали. Это жирландия, какие вырастить. Самое приятное, что ирландское рагу нужно кушать и запивать тоже пивом, но холодненьким. Никакой пропаганды, но это действительно так. Культура. Да, просто да, праздник такой. Часть культуры. Ну, пабы, да, пабы, это неотъемлемая часть. Ну, это как наш борщ, у них ирландская рагу, это то есть пиво ирландского. Захотелось мелкой как-то. Кстати, надо сделать. Ну, мы скоро сделаем. Все. У вас есть, как у ирландского коллектива, такого пропитанного этим духом, есть какая-то своя личная традиция? В этот праздник вы что-то такое совершаете вместе? Ну, вообще, было всегда у нас традиция. Ну, кроме Гиннеса. Мы собирали, что-то хотели ирландское рагу на самом деле. Правда, ели всем коллективом каждый год, да? Да, да, но, к сожалению, готовил только я. Ну, как сказать? Готовить Серегу, едим все. К счастью, если те, кто не умеют, начнут его готовить, вам не понравится. Нет, мне все понравится, есть просто не буду и все. Сам приготовлю. Ну, вообще, традиция, конечно же, концертная, прежде всего. То есть, День Святого Патрика, это прежде всего как респец. Отмечала Мария, это культурные мероприятия по всему миру, да, парады, фестивали, концерты. Ну, а в конце, конечно же, покушать надо. Все умотаются, ирландская рагу, безусловно. Ну, что, да здравствует культура, да здравствует вкусная еда, и Святой Патрик, и еще немножечко музыки напоследок, остается несколько минут. Ирландия, Хвора и Равнины, бирюзовые поля и белые барашки пасутся и кушают травы. Заботливые фермеры аккуратно состригают шерсть, чтобы нарезать большое количество светилочков, носочек и рукавичек. Девочки в кудряшке, кудряшке. Змеи там нет, а врачам прохладно. Для того, чтобы согреться вечером у очага, Получить вкусную еду в кругу Сибири, Протянуть ножки к камину. Мы делаем то же самое в Сибири. Мы пробуем печь березовыми дровами, Одеваемся кирочки, протянуть ножки к камину. И думаем о наших братьях. Ирландия, не скучай! С тобой Россия! У-у-у! Потрясающий коллектив, как всегда с юмором, как всегда бодры, веселые и преисполненные музыки. Давненько так не было жарко в студии Радио 54. И, конечно же, прекрасно Мария Шлицова, руководитель школы ирландского танца, Просветила нас в вопросе ирландских традиций Дня Святого Патрика. Спасибо большое. Напоминаю, этот праздник завтра. Варите рагу, приходите на концерт сегодня. Зеленые носите. Да, носите зеленые, щипайтесь и целуйтесь! Всем добра! Спасибо! И мы тоже прощаемся до понедельника. Всем позитивных, добрых, классных выходных! Талаева Настя! Александр Часовитин! Пока! Пока!